Танковые новости 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 Марк 1 уничтожен или Марк 1 доехал до базы Что касается самих героев этого нового фанного режима Вот, ребятки, как вблизи выглядит Ланчестер И вот его характеристики Как видите, пробитие и огневая мощь у него в целом достаточно слабая Всего лишь 15 пробития, всего лишь 30 урона Но при этом и брони у него практически нет То есть вы на своем броневичке сможете без проблем пробивать своих врагов Которые ездят на таких же броневичках Потому что броня там всего лишь 8 мм Что касается удельной мощности, то она тоже в принципе не блистает Всего лишь 13 лошадиных сил на тонну Но с другой стороны, ребята, это колесная техника И возможно какая-то физика движения для нее будет совершенно своя Особенно и возможно для колесной техники 13 лошадей на тонну это ого-го А может быть, конечно, я и ошибаюсь Обзор 270 метров тоже не очень Но в принципе я не думаю, что кто-то будет играть от кустов в этом фановом режиме Ну и в принципе все, что можно сказать об этом небольшом броневичке Конечно, куда более интересен наш просто огромный квадратный Или квадратно-треугольный Марк-1 Который одна команда будет сопровождать и оборонять А другая команда будет атаковать и пытаться его взорвать Что касается его характеристик, то вот они У него тоже есть пушки, пробитие 57 и урон целых 70 То есть все броневички он будет пробивать без каких-либо проблем Да, понятное дело, ДПМ особо нет Но, наверное, он ему особо и не нужен Потому что у него, посмотрите, какая невероятная броня Лоб корпуса 120 Все борта, карама и все прочее тоже по 100 миллиметров Но при этом посмотрите на его подвижность Ребятки, 6 километров в час он едет вперед и 6 назад То есть ехать он будет очень-очень медленно У него всего лишь 100 лошадей двигатель И удельная мощность там, ну просто, как вы видите, микроскопическая Обзора нет, подвижности нет, мощь, конечно, огневая есть Но, как понимаете, у него башни нет и орудия только по бокам И пока что непонятно, будет стрелять бот или нет Возможно, будет Вот, и у него такая нереальная броня, что никто из броневичков пробить его не сможет И только бомбой можно будет его как-то уничтожить В общем, что, ребятки, можно сказать по итогу Фановый режим обещает быть офигенным, очень интересным И 15 сентября я всех вас призываю заходить в игру Заходить на мой канал Потому что обязательно в этот день мы забутим стримчанский по этому режиму И будем все вместе угорать с вами на поле битвы Сражаясь за Марк-1 или против Марка-1 Ну а теперь, дорогие зрители, к другим новостям Начинает уже появляться потихонечку информация о новом древе развития шведских танков Потихонечку сливаются скрины, характеристики И сегодня со всем этим я хочу вас немножечко ознакомить Сугубо предварительно, чтобы вы хотя бы примерно знали, чего вам стоит ожидать Итак, перед вами СТРВ М-21 Шведский танк первого уровня Ну что можно сказать про первый уровень? Да практически ничего, кроме того, что у него очень неплохое, как для первого уровня, пробитие Целых 27 Броня всего 14 мм по всему периметру И подвижность, не сказать бы, что прям офигенная Потому что максималка всего лишь 20, а лошадиных тонн всего лишь 6,5 То есть, такой вот танчик будет слоупочный Но, возможно, у него будут какие-то там свои супер-пупер плюсы Вот, все-таки пробитие офигенное Урон с одного снаряда 12, а снарядов в магазине, ребятки, обещают целых 10 То есть, это будет какой-то, видимо, слоупочный, но такой вот барабанный нагибатор Давайте перейдем ко второму уровню Второй уровень у нас называется СТРВ М38 У него, кстати, пробитие тоже такое вот достаточно серьезное Целых 55 на втором уровне И это просто какая-то 6, а урон целых 40 Да, не очень точность, да, там, наверное, стабилизация будет ужасная Но при этом угол склонения вверх плюс 25, а вниз минус 15 То есть, у Вэйны просто мега шедевральные Вот, что касается подвижности, то тут все мега офигенное 18 лошадиных сил на тонну и 45 максималка Опять же, нет брони Но нужна ли броня, когда у тебя такое офигенное пробитие Неплохая альфа, подвижность и все-все-все Ну, в общем, выглядит достаточно симпатично Сразу перепрыгиваем на пятый уровень И тут у нас СТРВ М42 Что касается его внешнего вида Уже на пятом уровне можно немножечко его пообсуждать Обычная такая вот забавная тарантаечка Из прикольных моментов это то, что у него слева от орудия Находятся два таких небольших пулемета То есть, у него в башне сидел пулеметчик И это так забавно А в остальном, ну, в принципе, наверное, обычный Как для пятого уровня танчик 115 пробития, 150 урона Точность не очень хорошая Сведение тоже Подвижность, кстати, достаточно неплохая Потому что 18, больше 18 лошадиных сил на тонну 45 максималка Ну, броня, не сказать, что большая Но в каком-то виде она есть 55 миллиметров лоб и борта 30 миллиметров Вот, обзор 350 метров Пока сложно сказать, какая судьба его ожидает Возможно, это будет кактус А возможно, это будет и забавная машинка типа Кромвеля В общем, посмотрим А теперь мы переходим к шестому уровню шведских средних танков Тут у нас располагается СТРВ-74 Вот этот вот танчик, он похож на какого-то Чаффика Переростка То есть, небольшой корпус, такая вот достаточно массивная башня И, что касается орудия Ну, для шестого уровня, в принципе, неплохо Потому что примерно похожие характеристики пушки Есть у того же Комита 148 пробития, 150 урона ДПМ, как для шестого уровня, очень неплохой 1700 Вот точность, кстати говоря, вот пока что хорошая 0.31 1.7 сведения тоже хорошо И опять же, ребятки, я хотел бы обратить ваше внимание У всех шведских танков все очень хорошо с УВНами Плюс 15 поднимается пушка вверх И минус 15 опускается вниз Минус 15 УВНы Таким УВНом позавидует любой, просто любой американец и британец Все шедеврально Но вот у СТРВ есть проблема 74, у него слабая подвижность Всего лишь 13 лошадиных сил на тонну Это очень-очень мало Возможно, разработчики что-то в будущем переделают Но пока что вот так вот Ну и брони, понятное дело, особо нет 55 мм лоб А теперь у нас седьмой уровень, который называется Лаконично Лео И Лео действительно выглядит достаточно оригинально По крайней мере, ничего подобного Ни в какой другой ветке развития я не видел Достаточно такой забавный танчик Напоминает запорожец Или инвалидку В общем, что-то вот Какую-то такую колясочку Ну а что касается его характеристик То у него пушка, которая имеет 155 пробития И 300 урона С одной стороны, в принципе, 155 Возможно, кому-то из вас мало На седьмом уровне Но не забывайте, что это как бы СТ И при этом у него еще 300 альфа При этом у него еще офигенная подвижность Ребятки, у него 25 лошадиных сил на тонну Это, если не ошибаюсь, что-то в районе АМХ-CDC Это реально будет очень-очень быстрая машина 60 км в час максималка 60 км И при этом, заметьте У него еще лоб корпуса 70 мм под наклоном Да, лоб башни там тоже 70 Но там не такие хорошие наклоны Но при этом лоб 70 мм под наклонами 60 км в час максималка 25 лошадиных сил на тонну Пушка 150 пробития 300 урона ДПМ тоже вроде неплохой И опять же, ребятки УВНы минус 10 УВНы просто офигенные В общем, на седьмом уровне машинка Мне, честно говоря, нравится Нравится Потому что выглядит очень интересно При своей динамике Альфе И даже пусть не самом лучшем пробитии Хотя для седьмого уровня Для СТ седьмого уровня 155 Это, в принципе, норма И последний, ребятки На сегодня известный шведский танк Который появился со скринами И характеристиками Это уже тяжелый танк Восьмого уровня Шведский Если вы, ребята, не знали То у шведов До восьмого уровня Идут как бы средние танки А потом они плавно Ну, насколько это может быть плавно Переходят в тяжелые танки Итак, ТТ восьмого уровня Эмиль-1 Внешне он напоминает Слегка уменьшенную копию АМХ 50100 Или АМХ 50120 Но отличается Внушительным бронированием Лобовой части Как говорят разработчики Максимальная скорость 50 км в час С посредственной динамикой разгона То есть разгоняться будет медленно Но 50 все-таки Когда-нибудь наберет Машина также не может Похвастаться отличной маневренностью Но при этом По словам разработчиков У Эмиля есть барабан заряжания Так же как у 50120 Или АМХ 50100 Что особенно ценно Учитывая, что у него еще и Огневая мощь находится в стадии разработки Говорят разработчики Типа они ее сейчас еще настраивают Единственное, что можно сказать С уверенностью По словам разрабов Величину УВНов Равную минус 15 градусам Из остальных характеристик Прочность машины 1500 В принципе нормально Скорость поворота башни 20 градусов в секунду Это, ребятки, очень мало Это на уровне Мауса То есть башня будет у нас Очень медленно ворочаться Обзор 380 метров Для ТТ восьмого уровня В принципе неплохо Скорость поворота шасси 32 градуса Ну, тоже не очень много Но жить можно Максималка 50 км в час Как уже говорили вам Бронепробитие 227 И урон 320 То есть это, ребятки, будет Барабанный танк Похожий на АМХ 50100 Но при этом меньше по размерам И с хорошей лобовой броней Разброс на 100 метров 0.38 Скорость сведения 3 секунды Количество снарядов в барабане Будет 5 Ну и скорость перезарядки орудия 38 секунд Вот такой вот, ребятки, у нас получается Барабанчик на восьмом уровне В принципе, достаточно такой вот Интересный вот Посмотрим, как его забалансят разрабы И что у нас получится В конечном итоге Со шведскими танками Но пока что Несколько интересных машин Я для себя выделил И надеюсь, что Мурозор постарается И забалансит их хорошо Правильно и оригинально На этом, в принципе, у меня, дорогие зрители Все интересные новости на сегодня Я рассказал вам про новый режим Конвой Который обещает быть мега офигенным И рассказал про некоторые Шведские танки Пока что еще Не все скрины известны Не все характеристики известны Ждем, как говорится, полной информации Но кое-что вы уже знаете И кое-какие выводы Можете для себя сделать Мне, по крайней мере, очень нравятся Шведские СТ 7 уровня И шведские ТТ 8 уровня Выглядят крайне интересно А как вам? Пишите в комментариях Вместе почитаем А на этом я с вами прощаюсь Жмите лайк Подписывайтесь на канал И увидимся в новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok